Если у вас есть с собой Библия, давайте вместе откроем седьмую главу послания евреям. Мы говорим о Новом Завете. И я знаю, что у вас не мог не возникнуть вопрос о Завете с Авраамом. Сейчас мы поговорим об Авраамом в Завете, потому что это Завет лучший учитель благодати. Да, это Завет благодати. И просто удивительно, как Бог всё это устроил. И я вспоминаю, что то, что мы имеем возможность сейчас говорить о благословениях Нового Завета, начать рассматривать условия Новозаветного соглашения, само по себе изумительно. Я не припоминаю, чтобы за всю свою жизнь и за время своего служения я слышал так уж много, если вообще слышал проповеди о Новом Завете. Может быть, одна из причин тому, это я знаю по себе, сам я начал понимать Авраама в Завет, и многое стало ясно относительно его. Но уразуметь, что такое Новозаветное соглашение и его условия, для меня это было просто удивительное дело. Это удивительно. И мы сейчас начнём вникать в эту тему и рассмотрим её дальше. Сосредоточьтесь, будьте внимательны. И давайте этим займёмся и посмотрим, что нового мы сегодня узнаем. Для верующего важно не просто знание Библии. Знание — это хорошо. Но мы заинтересованы не только в познании Библии. Мы хотим соприкоснуться со Христом. Мы стремимся изучать Писание и найти Иисуса во всём, что мы рассматриваем, и найти Его в Новом Завете. Вот кого мы ищем здесь, а не просто знание. Понимаете, если знание — это всё, что у нас есть, у вас есть все шансы стать фарисеями. Вы должны помнить, кто такие фарисеи. У них были знания. Они использовали всё, что знали, чтобы получить информацию, услышать её. Например, что Писание говорит о рождении Мессии, где Ему надлежит родиться. Конечно же, мы не хотим превратиться в таких людей, которых интересует только знание. Знание — это хорошо, это важно. Но мы хотим приобретать те знания, которые ведут нас ко Христу. И мы можем обнаружить его во всём, что мы с вами сейчас будем рассматривать. В седьмой главе послания евреям, с которой я сегодня хочу начать, мы с вами начнём с седьмой главы послания евреям. Говорится о двух видах священства. Священство по чину Аарона и священство по чину Мелхиседека. Я начну с начала главы и прочитаю отрывок до седьмого стиха включительно. И мы противопоставим эти два вида священства и посмотрим, что у нас получится. Вообще-то я начну раньше, с двадцатого стиха шестой главы. Евреям 6.20. И дальше перейду к седьмой главе. Здесь говорится, «Куда предтечию за нас вошёл Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. «Видите, как велик тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающие священство и сынов Левиных, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чрез Авраамовых, «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования, без всякого же прикословия меньшей благословляется большим». И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. «Ибо он был еще в чреслах отца, когда Милхиседек встретил его. И так, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть переменей закона. Давайте рассмотрим эти два вида священства, о которых говорится в седьмой главе послания к римлянам. Есть старое священство, и есть новое священство. В старом, ветхом священстве, первый священник — Аарон. Это священство по чину Ааронову. Новое священство — священство Милхиседека. Что касается священства Аарона, вы обнаружите следующее. При священстве по чину Аарона есть часть Божья и есть часть человеческая. В священстве Аарона есть доля Божья и доля человеческая. При священстве же Милхиседека есть Божья часть. И все. И все. Есть часть Бога. Если же вы захотите найти человеческую часть, то обнаружите сегодня, что человеческая часть всегда заключалась в благодарности. Итак, при священстве по чину Ааронову человек повиновался Богу. Что-то делал, и тогда Бог отвечал человеку. Человек что-то делал, Бог реагировал. Но при священстве по чину Милхиседека есть только Божья часть. А наша реакция на это — жертва благодарения. Это различие понятно. Когда Авраам, как вы, возможно, помните, встретил Милхиседека, Милхиседек вышел к нему с хлебом и вином. Это первый пример хлебопреломления, причастия при священстве по чину Милхиседека. И первое слово, которое раздается из уст Милхиседека, это, внимание, это слово «благословен». Первое слово, сказанное им, «благословен». При священстве Милхиседекову не было проклятия. Было только благословение. Проклятия не было. И наоборот, если мы посмотрим на священство по чину Аарона, там было и благословение, и проклятие. Так вот, при священстве по чину Аарона благословение и проклятие зависели от дел. Благословение приходит, когда ты послушен, а проклятие, если ты не был послушен. Но при священстве Милхиседека были только благословения. Аллилуйя. Одни благословения. Проклятие не было при священстве Милхиседека. И Писание говорит нам, что Иисус Христос первосвященник по чину какому? Милхиседека. Не по чину Аарона, где было и благословение и проклятие. Не по чину Аарона, где была Божья часть, а потом человеческая часть. Реакция. Но Иисус сделался священником вовек по чину Милхиседека. По чину священства такого, где только благословение за благословениями. Слава Богу. И Иисус сделался священником по чину Милхиседека, при котором не было проклятия. Какие умные те, кому это нравится. Что все это значит? Что у меня есть первосвященник, который только благословляет, 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 а не проклинает. Слава Богу. У меня есть первый священник, священник Иисус Христос, который говорит мне, есть моя часть, твоей части тут нет, только моя часть. Ты просто, пожалуйста, откликнись на мою часть. Слава Богу. Вы уже готовы сказать спасибо? Он говорит, есть моя часть. Слава Богу. Аллилуйя. Иисус. Аминь. Теперь вот что. В 14 главе Бытия. Откройте ее. Я хочу вам кое-что показать. Особенно перед тем, как мы двинемся дальше. Это хорошая новость. В 14 главе Бытия описано это встреча с Милхиседеком. Иисус первосвященник. Слава Богу. Давайте быстро рассмотрим этот отрывок. Это не займет много времени. 18 стих. Авраам взял с собой более трехсот специально обученных слуг. И они вступили в сражение и благословение Божье было на них и позволило им победить в этой битве. И они забрали трофеи и лота. Ох уж этот лот. Интересно, была бы вообще в жизни Авраама эта битва, если бы он оставил лота дома, как ему было велено с самого начала. Потому что лот умел создавать проблемы. Хорошо. Стих 18. «И Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Аминь. И благословил его. И сказал... Смотрите, что он сказал. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. И он, Авраам, дал ему десятую часть из всего». Как я говорил, и это так здорово соответствует тому, что мы видим здесь, при священстве по чинам Евгиседека есть только благодарный отклик. Поэтому вы должны понять, что когда давалась десятина, это было из благодарности. И вот что я вам скажу. Сегодня десятина — это благодарность. Это благодарная реакция христиан, которые теперь живут по Новому Завету и получают только благословение за благословением. Мне обязательно нужно пойти и принести эту десятину, потому что надо поблагодарить Бога за то, что Он для меня сделал. Я буду давать десятину из благодарности. Я не связываю себя законом о десятине. Притом, в священстве не существовало закона о десятине. Не было закона, который повелевал делать это. Обратите внимание, просто по вдохновению и с благодарностью за Божье благословение, которое помогло Ему одержать победу в битве царей. Слава Богу! Как тут сказано, Авраам дал Ему десятую часть из всего. Это было благодарение. Это был тот отклик, который мы даем при священстве по чину Милхиседека. Иисус делался священником по чину Милхиседека. Благословен, благословен. Благодарю, благодарю. Аминь. Отсюда теперь мы говорим, что на десятину надо смотреть как на выражение благодарности, признательности, как на честь. Слава Богу! А не влезать в закон, где взять эту десятину. Да как это сделать? Нет. Я благодарю Бога. Но я верю, что вот что важно. Важно сказать спасибо, потому что Библия — это Слово Божье. Даже если это касается благодарения, Библия говорит, что важно оставаться благодарными, быть признательными Богу за то, что Он делает. И послушайте, для меня это звучит так, что по Новому Завету это благословение, благословение. Еще раз. И моя реакция на то, что я теперь в этом Новом Завете такая. Благодарю, благодарю и еще раз благодарю. Аминь. Это не просто слова. Это не пустая болтовня. Слава Богу! Авраам откликнулся и принес десятину. И я сделаю все, чтобы моя десятина была моим благодарным откликом на то, что сделал Бог согласно Новому Завету. Теперь давайте возвратимся к евреям. Откройте седьмую главу этого послания. Евреям, глава 7. И когда откроете, найдите стих 11. Да, сегодня вы слышите очень серьезное учение. Очень и очень серьезное. И я верю, что вы его тоже усвоите. Евреям 7, 11. Давайте все вместе вслух. Прочитаем 11 стих. Вы готовы? Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Давайте рассмотрим этот стих. Задержимся на нем ненадолго. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа. При левитском священстве, при священстве по чину Аарона был получен закон. Библия говорит, что законом познается грех. Пожалуйста, поймите вот что. Результат закона это ваша совесть. Отягощенное чувством вины. Результатом закона будет чувство вины, осуждение, тоже результат закона. Итак, тут говорится, что посредством этого левитского священства вы получили закон. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека? Если бы под законом и так все было хорошо, и законом можно было бы обрести совершенство, зачем тогда нам вообще говорить об ином порядке, ином священстве по чину Милхиседека? Почему не остаться в чине Аарона? Я обнаружил здесь кое-что очень интересное. Когда читаешь этот стих и видишь слово «совершенство», здесь не говорится о совершенстве без греха. Все понимают, что я имею в виду. С виду вы кажетесь совершенными, «вы сами думаете, у меня нет недостатка в том, что касается греха». Но он говорит не об этом. Пусть Библия определяет сама себя. Чем больше Библия себя определяет, тем яснее будет становиться. Пролистайте несколько страниц вперед, к 9 главе послания еврея, стих 9. Вот откуда мы возьмем определение. Мы знаем, что речь не идет о совершенстве в смысле безгрешности. Так о чем тогда? Евреям 9, 9. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. В совести совершенным. Совершенным в совести. Вернемся теперь обратно в 7 главу. В 7 главе там, где говорится, что если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, автор говорит о совести. Под законом невозможно было обрести совершенную чистую совесть. Но здесь говорится о совести, что при левицком священстве вы не приобретаете чистую совершенную совесть. Совершенная совесть это совесть без осознания греха. Это совесть, которая благодаря крови Иисуса Христа больше не находится постоянно в состоянии греховной совести. При левицком священстве этого не было. Вот почему необходимо было сменить священство. потому что при левицком священстве ваша совесть была бы по-прежнему отягощена грехом. Ведь при левицком священстве пришел закон, а закон он познается грех. И если ваша совесть отягощена грехом, ваша совесть несовершенна. Пожалуйста, поймите, если ваша совесть отягощена грехом, ваша совесть еще несовершенна. И в Библии это совершенство определяется, исходя из того, что имеет отношение к сознанию. Совесть нужно усовершенствовать, а усовершенствовать ее можно единственным способом — крови Христовой. Вот что я должен сказать вам. Вы рискуете не пережить той свободы, которую дает Новый Завет, если вы не разберетесь с этой своей, как говорится в Библии в Первом Послании к Тимофею, сожженной совестью. Если вы не разберетесь с этой греховной совестью, не будет работать ваша вера. Если вы не разберетесь с сожженной совестью, и дьявол знает это, вы не сможете пережить во всей полноте благословения Нового Завета, который принес нам Иисус. Итак, кровь Христа способна сделать совершенной совесть. Греховная совесть — злая совесть. Греховная совесть — порочная совесть. Посмотрим 10 главу Евреям, тихо 22. Здесь сказано о том, что делает для нас кровь. Евреям 10, 22 говорится. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, короплением, очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистую». Наше сердце, благодаря крови Иисуса, очищается от порочной совести. Греховная совесть — это порочная совесть. Итак, всякий раз, когда вы предстаете перед Богом, вам не дает приблизиться к Нему порочная совесть. Всякий раз, когда вы приходите к Богу, чтобы исцелиться, освободиться, получить ответ на молитву, вам всякий раз препятствует греховная совесть, порочная совесть. Потому что вы еще не приняли тот факт, что кровь Христова очистила меня от всякого греха и омыт крови Христовой. А в Библии говорится, что кто омыт крови Христовой, не мучается больше совестью из-за греха. Если мы продолжаем мучиться угрызениями совести из-за греха, значит, мы не приняли того, что совершило для нас Его кровь. И если вы обнаружили, что продолжаете испытывать в этой сфере сложности, вы не приняли, что сделала для вас кровь. И это будет препятствовать вашей вере. Каждый раз, когда вы будете приходить к Богу, порочная совесть будет вас останавливать. Некоторые думают, что сожженная совесть означает, что она больше не распознает грех. Нет. 1 Тимофея 4.2 говорит о сожженной совести. И если изучить значение греческого слова, то получается, что сожженная совесть означает постоянное осознание греха. Когда ваша совесть сожжена, это не значит, что вы больше не способны различать грех. Это значит, что все, о чем вы можете думать, это совершенные грехи. И это постоянно. Вы никуда не можете от этого деться. Снова и снова. Это значит, что если у вас сожжена совесть, вы никак не отзываетесь на то, что совершила для вас кровь. Ваша совесть постоянно отягощена грехом. Все время вы думаете о грехах. Всем это понятно. Итак, ключ к победе в нашей христианской жизни в том, что нам необходимо принять то, что сделал для нас Иисус Христос в Новом Завете. И вы должны в это поверить. Должны верить. Минуточку. Мои грехи омыты. Нужно верить, что Бог милостив к нашим грехам. Нужно верить в этот да, что вам не вменяется грех, что Бог не держит ваши грехи против вас. Нужно верить в обмененную вам Божью праведность по вере во Христа Иисуса. И всякий раз, когда приходит самоосуждение, и в вас пробуждается греховная совесть и говорит, «Я этого не заслуживаю», знаете, всегда будет что-нибудь не так. И даже христиане могут звонить и говорить вам что-то, и если вы чувствуете осуждение, значит, что-то не так, что-то неправильно. В этом есть что-то неправильное, потому что можно взять какие-то принципы Слова Божьего и превратить их в закон. И это принесет в чью-то жизнь осуждение. И появляется законничество и все такое. Законический подход к тому, как ты говоришь, как ты молишься, как на колени встаешь. Все это рождает осуждение. И это как раз то, от чего пытается избавить вас Бог. Когда в вашей жизни появляется это законническое мышление, тогда ваша совесть постоянно отягощена грехом, и вы не в состоянии что-то принять. Я могу так говорить, потому что благодаря крови Христа грех для меня больше не проблема. И кто-то скажет, «Ну, это значит, если ты согрешишь, даже если согрешишь, это не проблема». Ну, не знаю, как-то это странно. Но тот, кто не имеет греховной совести, тот говорит, «Иисус Христос заплатил за мои грехи. Мой долг уже уплачен. Если я промахнулся мимо цели, Бог уже позаботился обо мне. Я не буду истязать себя за то, что промахнулся, потому что Христос уже сделал все, что нужно, а мне остается только принять то, что уже совершило Его кровь. Не так уж важно, как именно я это скажу. Но если говорить, а по сути я скажу вот что, послушайте, когда вы согрешаете, провозглашаете, что вы праведность Божья и не позволяете этому греху, промаху в определенной области заставить вас пренебречь тем, что сделал Христос с нашей совестью. Я не грешник, который спасен благодатью. Я спасен. Я спасен. Иисус разобрался с моими грехами. Мои грехи омыты. Он покрыл их милостью. Он больше не помнит их. В тот день, когда вы в это поверите, вы избавитесь от греховной совести. Но когда у вас греховная совесть, вот что я вам скажу. Большинство людей приобретают греховную совесть в церкви. И вы живете так, потому что вам говорят, ты должен делать то-то, то-то и то-то. Да, есть много чего, что нам надо делать, но мы просто доверяем Богу, что Он поможет нам это сделать, а не возводим это в ранг закона, который еще больше производит в нас греховную совесть. Вы начинаете это делать, и вдруг оказывается, что вы недостаточно молитесь, недостаточно читаете Библию. О, Господи, наверное, поэтому со мной на прошлой неделе случилось это неприятно. Я, наверное, до сих пор не могу найти работу, потому что слишком мало молюсь, или надо больше молиться на языках. Но что может сделать Бог, когда вы больше заняты сознанием греха, чем осознаете Божью милость и благодать в вашей жизни? И вы не в состоянии ничего принять от Бога, потому что ваша совесть сожжена, и вы постоянно находитесь под бременем греховной совести, и для нее никогда ничего не будет достаточно. И я знаю, с какой традицией я сейчас имею дело. Я знаю, что когда я говорю это в церкви, тем, у кого другое мнение, лучше уйти, потому что наша совесть настолько озабочена грехом, то все, что мы делаем, это мы сидим и думаем, что придем к Богу со своими списочками, и скажем, «Смотри, Господь, у меня тут везде галочки стоят, и все я делал правильно». Но когда мы приходим ко Христу, Он единственный, кто сумел соблюсти весь закон. Так что если я прихожу к Нему и говорю, «Смотри, вот я сделал то и это», Он отвечает, «Но еще чего-то тебе не достает». И вот так это выглядит. Мы со своей греховной совестью в конце дня можем только сказать, «Ну, при таком раскладе мне опять не на что надеяться». Господи, ну, зачти мне немножко то, что я сделал в 2000-м. Нет, Иисус уже заплатил за ваши грехи. Прошлые, нынешние и будущие. И в день, когда вы поверите в это, и в день, когда вы это примете, когда вы примете то, что совершила для вас кровь Христа, и избавитесь от этой греховной совести, вы обретете такую свободу, о какой вы даже и не подозревали. Когда Адам и Ева вкусили от древа познания добра и зла, задумайтесь об этом. Познание добра и зла. Что представляет собой закон? Что? Это то, откуда мы знаем, что хорошо и что нет. Откуда мы знаем, что 80 — это превышение скорости, а 65 — это предел? Вы это знаете. Это древо было неким видом закона. Его сотворил Бог. И знаете что? Дерево, как и закон, было хорошим. С ним все было нормально. Бог сотворил все, что было в саду, и это было хорошо. Дерево познания добра и зла было хорошим деревом. В нем не было ничего плохого. Но добавим, друзья, закон был хорош. Дерево было хорошее, но дерево было нехорошо для человека. Закон хороший, и дерево хорошее, но они не хорошие для человека. Закон был нехорош для человека, потому что ни у кого из людей не хватило бы сил его соблюдать. Некоторые думают, что для того, чтобы жить свято, надо научить людей, что есть добро и что есть зло. Это не так. Это не так. Христианство — это древо жизни. Знаете, в чем суть древа жизни? Это доверие Богу. Суть дерева жизни — в доверии Богу. Мы думаем, если разобраться, что такое хорошо и что такое плохо, я смогу жить свято. Но знаете что? Если бы я мог родиться свыше и принять как факт, что я уже святой, я не стал бы двигаться в направлении попыток стать тем, кем я уже являюсь, а постарался бы дойти до осознания, что я уже свят, а потом начал вести себя так, как ведут святые. Я дохожу до точки, где осознаю, что я уже праведен, и начинаю делать то, что делают праведники. Наша проблема с религией такова. Религия всегда заставляет прилагать усилия, чтобы получить то, что на самом деле уже имеешь. И вы даже не начинаете делать то, что надлежит делать тем, кто вы есть, потому что не знаете, кто вы есть. Религия говорит, я пытаюсь воссесть с ним на небесах. А Бог говорит, что вы уже посажены с ним на небесах. Поэтому в религии мы прилагаем массу усилий, чтобы воссесть с ним. А он нас там уже посадил. Я не говорю, я буду на небесах. Я уже там. Вы понимаете, что я говорю? Я не переживаю о том, куда пойду после смерти. Я уже там. Я посажен там. Вы идете в землю обетованную. Я уже там. У меня есть право. У меня есть право. Так что, когда вы смотрите на землю обетованную, смотрите на библейские обетования, вы должны смотреть на это так. У меня уже есть на это право. И мне нужно оставаться там. И нужно начать действовать так, как будто я уже там. Вы видите, какое нам предстоит обновление ума. Видите ли, не факт, что именно эту часть учения так сразу все и разумеют. Но я должен изложить все учения. Я буду учить и без музыкального сопровождения. Вы еще со мной? Вы понимаете, что древо жизни находилось там, в саду, рядом с деревом добра и зла. И в Бытие 2.16 сказано, что можно было свободно есть плоды со всякого дерева в саду, кроме этого самого одного дерева. Древо познания тоже было в саду. Послушайте меня внимательно. Давайте откроем Бытие 3.7. Я хочу задать вам один вопрос, чтобы вы хорошенько поразмыслили. Вот они только что вкусили от древа познания добра и зла. Давайте вместе вслух прочитаем этот стих. Готовы? Читаем. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». «Глаза у обоих», согласно 7 стиху, открылись. Вопрос. До того, как они съели плод дерева познания добра и зла, они что, были слепые? Значит, своими физическими глазами они пользовались, верно? Они могли видеть, и не были слепы. Я уже знаю, что вы мне ответите на мой следующий вопрос, но я всё равно его задам, и попробую вас озадачить. Что же у них открылось? Ну, давайте, я знаю, что вы скажете, я ждал этого ответа. Ладно, ладно, не говорите мне, что вы и так знаете. Ну да, конечно, духовные глаза, так почти все говорят. Не верьте им. Тут другой ответ. Мы все эти годы говорили, у них открылись духовные глаза, верно? Ну хорошо, а что это духовные глаза? Ах, да, точно, это глаза духа. Нет. Давайте попробуем разобраться с этими глазами. В день, когда вы вкусите от этого дерева, откроются глаза вашей совести. И теперь у вас есть выбор. Вы можете есть от дерева жизни, и у вас откроются духовные глаза, или у вас откроются глаза совести. Ваше действие может открыть глаза совести. Что произошло, когда они вкусили от дерева познание добра и зла? Пришло сознание греха. Что они начали видеть? Тут кто-то кричал, что они теперь стали способны видеть добро и зло. Вот почему они надели опоясание, потому что они могли что-то увидеть. Но что произошло бы, если бы они вкусили не от дерева познания, а совесть пробудилась бы от дерева жизни? если бы их совесть проснулась, и единственное, что они могли видеть, это был Бог. Подумайте об этом. Подумайте, поразмышляйте, что бы произошло, где бы вы были сегодня, если бы вы не видели ничего, кроме Бога? Вы не видели бы греха. Может, он и был там потенциально, но вы бы его не видели. Жизнь. О, Боже. Знаете, что я сейчас говорю? Я даю вам выбор, поскольку вы свободнее, чем ангелы, чтобы определить, что пробуждает вас совесть, что будет контролировать глаза вашей совести. Первый человек выбрал дать открыть в нем глаза совести древу познания добра и зла. И вот, что он начал видеть. Все это относится к вашей совести. Вопрос в том, что вы хотите. Хотите, чтобы вашей совестью управлял закон, или хотите, чтобы вашей совестью управлял Христос? Если бы они вкусили от древа жизни, было бы то же самое, но они наслаждались бы общением с Богом. Итак, что же у них открылось? Совесть. Глаза совести. Раньше я думал, что когда совесть осуждает меня за что-то, за то, что я сделал неправильно, это подтверждение того, что я спасен. Слава Богу, это Он обличает вас, и это подтверждение. Однако возникают две проблемы. В Иоанна 16,8 говорится, что Он обличит мир во грехе. Нас же убеждает в нашей праведности. Так что, если уж имеет место какое-то убеждение, так это Дух Святой убеждает вас в том, что вы, видите ли, когда вы промахнулись мимо цели, Дух Святой не будет вас осуждать за этот промах. Это делает греховная совесть. Дух же Святой обличает вас в том, что вы праведны. Он пытается подтолкнуть вашу совесть, задаться вопросом, кто вы? Вы праведники, но что касается мира, который не стал еще праведностью, Он хочет обличить его во грехе. Я спасен, вы спасены. Когда вы промахиваетесь мимо цели, Он хочет не обличить вас в том, что вы промахнулись. Он хочет напомнить вам, что вы праведность Божья. Я знаю, что вас держат ваши традиции. Я просто пытаюсь их с вас немножко счистить. Наша совесть — это голос, который говорит нам, когда мы сходим с правильного пути. Я это знаю. Но совершенная совесть, скажите, совершенная совесть, знает, что мы избавлены от этого зла. И это позволяет нам приходить к Богу с уверенностью. Совершенная совесть знает, что мы уже избавлены от этого греха. И понимаете, Господи, это замечательно. Помоги, пожалуйста, это донести. Попробую так. Когда у меня совершенная совесть, не греховная совесть, то когда я промахиваюсь мимо цели, первое, что говорит мне совершенная совесть, ты избавлен. Ты освобожден от этого деяния. И ты можешь уверенно идти к Богу. Скажите, уверенно. Библия говорит, итак, не оставляйте чего, которому предстоит что? Чтобы вы атаковали в первую очередь на месте врага. Уверенность. А как бы вы атаковали эту уверенность? Посредством греховной совести. Греховная совесть. Если мне удастся вселить в вас греховную совесть, и она будет и дальше вас мучить, у вас не будет уверенности перед Богом. Совсем не будет. Вы можете противостоять дьяволу с уверенностью без самоосуждения, без порочной совести. Есть стих об этом. Давайте сначала посмотрим первое послание Иоанна, третью главу. Первая Иоанна, третья глава. Двадцать первый стих. Если нашли, скажите Аминь. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение. Когда мы имеем дерзновение? Когда мое сердце что? Когда мое сердце меня не осуждает. Надо кое-что понять. Если я позволяю сердцу осуждать меня, если оно осуждает, это будет влиять на мое дерзновение, уверенность перед Богом. И стих выше говорит, я сегодня чуть не прослезился, когда это читал. Бог больше сердца нашего. Знаете, что тут говорится? Даже если ваше сердце осуждает вас, Бог говорит, я больше, чем твое сердце. у меня все равно есть для тебя благодать. У меня есть прощение. Но вот что. Ты ведь не хочешь делать ничего такого, за что тебя осудит твое же сердце. Это один из факторов, который удерживает от греха. Вы задумываетесь и говорите, нет, я не хочу этого делать, потому что я не хочу, чтобы мое сердце меня осуждало. Кого осуждало сердце? за какие-нибудь ваши поступки. А остальных что, сердце никогда не осуждало? Если ваше сердце когда-нибудь осуждало вас за то, что вы сделали, послушайте меня. Вы чувствовали себя просто ужасно. Вы думали, что я натворил. И потом, когда вы приходили к Богу, чтобы молиться, возлагать руки на больных или еще что-то делать, где была ваша уверенность? Вы просто осуществляли обычные действия, но в этом не было силы, потому что в таком состоянии мне трудно сосредоточиться на том, что я делаю для другого, ведь мое сердце испытывает такое осуждение. Потом, через какое-то время, вы понимаете, что больше не хотите делать ничего такого, что приводит к подобным ситуациям. Это не в моих интересах делать то, за что сердце меня осуждает. Я хочу жить свято, потому что тогда сердце меня не осуждает. Мое сердце не осуждает меня, когда я живу святой жизнью. Мое сердце не будет осуждать меня, и у меня будет уверенность перед Богом. Если же я теряю уверенность, какая главная причина? Я позволил своему сердцу меня осуждать. Бывает, что вы позволяете своему сердцу осуждать вас, и это действие греховной совести. Когда вы осознаете свой грех, Вам становится плохо. Вы где-то промахнулись мимо цели. Вы испытываете осуждение, потому что у вас греховная совесть. И вы будете испытывать осуждение. Вы потеряете уверенность в Боге, а потом и награду, потому что нет веры, потому что вам нужна совершенная совесть. Все возвращается к тому, что нам не вменяется грех. Все опять упирается в то, верите ли вы, что Иисус Христос разобрался со всеми вашими грехами. Верите ли вы, что Христос не вспомнит более вам ваших прегрешений? Главная проверка — это, что вы говорите. Вот когда вера испытывается. Что вы делаете, когда говорите? Вы говорите, «О Господь, мое сердце так меня осуждает, потому что моя совесть запятана грехом, и у меня нет уверенности в Боге». И я знаю, это то, что говорит ваша религия, но все должно дойти до той точки, когда вы скажете, «Когда я не попадаю в цель, я все равно праведность Божья. Я не забыл об очищении моих грехов. Я не грешник, я примирен с Богом». И ваше сердце не осуждает вас. И вы идете дальше. Пожалуйста, поймите разницу. Да, ваше сердце будет осуждать вас, если вы допустите в своей жизни что-то такое, за что осуждает сердце. Вам понятно? Вы можете сказать, «У меня чистая совесть». И при этом продолжаете делать то, за что сердце осуждает. Поэтому надо включить святой образ жизни. Вы понимаете, о чем я? Но та же совесть поможет вам не зацикливаться на том, как вы промахнулись 20 лет назад. И Бог не может сделать это за вас. Видите, я пытаюсь показать вам две стороны. Святая жизнь — это то, что я делаю, чтобы меня не осуждало мое сердце. Теперь я скажу что-то, что сложно принять. Я надеюсь, что после этого вы все-таки доживете до следующего служения. Святая жизнь — это то, что я делаю, чтобы меня не осуждало мое сердце. Я не пытаюсь жить свято, чтобы произвести впечатление на Бога, потому что в тот самый момент, когда я получил спасение, Бог сделал меня святым. Из позиции своей святости, которую я обрел в тот день, когда получил спасение, я сделался святым в день, когда получил спасение. Я стал праведным в день, когда получил спасение. Я посажен на небесах в день, когда получил спасение. Я обрел процветание в день, когда получил спасение. Я исцелен. Большинство христиан стараются достичь святости. Но я принял свою позицию — я святой. Библия говорит, без святости никто не увидит Господа. Но в день, когда я получил спасение, я сделался святым. Понимаете, что я говорю? Бог сделал меня святым. Теперь с позиции своей святости я делаю выбор оставаться в ней, чтобы мое сердце меня не осуждало. Теперь смотрите. Если даже я совершаю несвятой поступок, я все равно свят. я все равно очищен. И Бог уже меня простил. Но у меня будут проблемы с уверенностью. Если я не научусь жить, исходя из позиции святости, которая мне дана, я святой, и я хочу научиться жить как святой. Смотрите, я праведен. Кто верит, что вы праведность Божья? И я хочу, в конце концов, начать делать то, что делает праведник. Окей? Я исцелен. Я хочу начать перемещаться в положение, которое у меня уже есть. Я преуспевающий. И как преуспевающий человек, я хочу начать переходить в положение, которое уже имею. Вот в чем состоит вера. А большинство людей думают, я живу свято, чтобы попытаться этим угодить Богу. Нет. Я живу свято, чтобы меня не осуждало мое же сердце, чтобы у меня была уверенность перед Богом, потому что награда, которая приходит с уверенностью, уже есть. Вам это понятно? Вы видите, как много у нас традиций, религиозности, от которых надо избавляться. В Библии говорится, что ваши традиции делают Божье Слово бесполезным. Вот почему я проповедую снова и снова и снова, чтобы вы хорошенько это уразумели. И все то, о чем мы говорили до сих пор, имеет смысл, когда вы верите в то, что сделал для вас Иисус Христос. Иначе ничего не выйдет. Главная моя мысль в том, что благодать освобождает от порочной совести. Дьяволу ненавистен тот факт, что вы очищаетесь от порочной совести. Он ничего не в состоянии поделать, если вы отказываетесь жить под законом и иметь порочную совесть. Вы победители. Что он может вам сделать? Дьявол атакует вас, потому что хочет вернуть вашу совесть в порочное состояние. Греховной совести, чтобы ваша вера не действовала. Дьявол знает, что если вы осуждаете себя, то в итоге вы начнете осуждать других. И еще дьяволу известно, видите ли, когда мы начинаем осуждать людей, это противоположность любви к людям, так? Он знает, что люди, которых осуждает собственная совесть, первыми поверят во что-то плохое о Боге. Если вы осуждаете себя и других, вы первыми скажете, «А это Бог тебя наказал. Это Бог не дает тебе детей. Или это Бог сделал так, что ты потерял работу». Потому что такие люди сами испытывают осуждение. И при первой возможности поверят в плохое. В Библии говорится, что совершенство достигается посредством священства почина Мюлхиседека. Нет проклятия, только благословение. Иисус сделался священником почина Мюлхиседека. Нет проклятия, только благословение. Павел даже говорит, что учение о Мюлхиседеке — это твердая пища. Павел говорит, «Мне надо бы сказать о Мюлхиседеке много, но вам трудно уразуметь, потому что уши ваши сделались неспособными слушать». И я хочу, чтобы вы сказали, «Я способен слушать». Это те, о ком писал Павел. Скажите еще раз, «Я способен слушать». Давайте вернемся к седьмой главе послания евреям и будем читать дальше. Евреям 7, 12. Там говорится, «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». Перемена священства заключается в переходе от священства Ааронова, посредством которого левицкого священства был дан закон, к священству Мюлхиседекову, где Иисус теперь навечно сделался первосвященником по чину Мюлхиседека. Теперь это необходимо. Закон придется изменить. 13 стих. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть Иуда не имел к нему отношения. 15 стих. «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мюлхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непристающей». Вот это да. Слава Богу. Когда здесь говорится о законе заповеди Плотской, имеется в виду плотские усилия. Бог намеревался сделать Иисуса Христа священником по чину Мюлхиседека. Но Он сказал, «Это священство не по усилиям плоти, не по закону заповеди Плотской». 17 стих. «Ибо засвидетельствовано «Ты священник вовек». Вовек. Вовек. Иисус священник навечно по чину Мюлхиседека, где нет проклятия, только благословения. О да. Я сказал, «Иисус священник вовек по чину Мюлхиседека, где нет проклятия, только благословения». Поэтому сущая нелепость, когда люди говорят, «Я проклят Богом» или «Я проклят Христом», потому что Он не может этого сделать. Это не тот закон. По условиям новозаветного соглашения, только благословения, нет проклятия. Стих 18. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Так что от этой заповеди необходимо было избавиться. В расширенном переводе говорится, «Прежние физические заповеди и установления отменены». Отменены. По причине их немощи, неэффективности. И потому что они были бесполезны, человек не мог их соблюсти. Эти заповеди были хороши, но человек был слаб и немощен и не мог их исполнить. Поэтому от них пришлось избавиться. С ними пришлось распрощаться. Семнадцатый стих. Я хочу его повторить. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Милхиседека». И вы знаете, что делает священник по чину Милхиседека. Он благословляет, благословляет, благословляет. И Иисус. Мне хочется, чтобы вы вот что поняли. «Вот по какому соглашению я живу». Когда вы не видите этого, вы знаете, это не то. На самом деле, благословение, благословение, благословение. Давайте перейдем к восьмой главе, стих шестой. Посмотрите. Вот что здесь говорится. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем какого. Лучшего он ходатай завета, который твержден на чем? На чем? Новый завет — это обетование. Лучшее обетование за лучшим обетованием, за лучшим обетованием, за лучшим обетованием, за лучшим обетованием. Благословение за благословением, за благословением. Лучшее обетование». И вы знаете, что скажет традиция? Брат Крефлодоллар, это перебор, ты говоришь только о благословениях, благословениях, благословениях И об обетованиях, обетованиях, обетованиях На самом деле я вернее описываю Новый Завет В нем нет равновесия благословений и проклятий Это неверное предположение по отношению к Новому Завету Новый Завет — это благословение, благословение, благословение И если я говорю об одних благословениях, я вернее Новому Завету, чем какой-нибудь парень который говорит, «Я хочу дать более здравое учение». Потому что Новый Завет — благословение за благословением. Лучшее обетование за лучшими обетованиями. И никакого проклятия. Да. Это и есть Новый Завет. Это Новый Завет. Новый Завет — это лучший Завет. Утвержденный на лучших обетованиях. Давайте вернёмся к 18 стиху. Мы сказали, что немощность закона в том, что его эффект зависит от человеческих усилий, его соблюсти. А человек слаб. Закон бесполезен. В этом бесполезность закона. Стих 19. «Ибо закон ничего не довёл до совершенства». Смотрите, закон ничего не довёл до совершенства. Закон ничего не довёл до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Что тут имеется в виду под совершенством? Это касается совести. Посредством закона ваша совесть не могла достичь совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Лучшая надежда пришла посредством Иисуса Христа. Лучшая надежда пришла, когда Иисус провел свою кровь, когда Он установил Новый Завет. Перейдем к 20 стиху. «И как сие было не без клятвы». Видите, Христос не сделался священником без клятвы, «Ибо те были священниками без клятвы, а сей склятвою, потому что о Нем сказано, клялся Господь». И не раскается, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Богу не обязательно клясться. Но если уж Он клянется, то лучше вам, в конце концов, поверить, что Иисус священник по чину Мелхиседека вовек. Благословение, благословение, благословение. И никакого проклятия. Смотрите, что говорится в 22 стихе. «То лучшего Завета поручителем, то есть гарантом Нового Завета, соделался Иисус». Гарантии Нового Завета зависят от Христа. Мы должны знать Новый Завет. Мы должны знать, что Новый Завет, послушайте меня, гарантирован от неисполнения. Я скажу даже, с защитой от тупости. Сто процентная гарантия. С защитой от глупостей. Даже глупый человек ничего не испортит. Почему? Почему он гарантирован от неисполнения? Потому что все зависит от Бога. В Ветхом Завете реакция Бога зависела от вас. Но в Новом Завете все зависит от Бога. О, Господь! Все зависит от Бога. Все зависит от Бога. Вот почему не может быть смешения. Нельзя смешивать эпохи, диспенсации. Нельзя смешивать эру благодати с эрой закона. Под законом Божья реакция определялась действиями человека. Под законом существовала человеческая часть и Божья часть. Но по Новому Завету это Бог. Все зависит от Бога. У Него есть все. Это Бог говорит, приходите на брачный пир. Приходите вкушать трапезу Завета. Не надо ничего с собой брать. Это не ваша забота. За все заплачено. Приходите на пир. Просто придите. Все зависит от Бога. О, Иисус! Я пытаюсь вам объяснить эта гарантия на сто процентов. И ни один глупец ничего не испортит. Все зависит от Бога. В чем проблема религиозных людей? Оказывается, мне ничего не нужно делать. Все зависит от Бога. И кому-то становится неуютно, ведь там теперь нечем хвалиться, потому что все зависит от Бога. Вы думаете, можете что-нибудь поделать? Большое спасибо. Да уж. Слава Богу. Давайте теперь перейдем к восьмой главе. Послание к евреям. Евреям 8. Попробуем разобрать ее немного подробнее. Вы понимаете, что вы сейчас слышите? Иго — мое благо. Что мне делать, чтобы исцелиться? Все делает Бог. А теперь смотрите. Автор здесь подробно разбирает, что такое Новый Завет, и показывает не только нашу реакцию, но и то, что Он просит от нас. Иисус сказал это Иаиру. Только веруй. Стих 6. Если говорить о Новом Завете, то это соглашение, которое нам надлежит исполнять, чтобы все то, что хочет сделать первосвященник Нового Завета, пошло нам на пользу. Стих 6. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее» — здесь говорится о Христе — «чем лучшего Он ходатай Завета, который твержден на лучших обетованиях». «Ибо» — это интересно. «Ибо если бы Первый Завет...» был без недостатка, то не было бы нужды искать место чему? Другому. Так что условия Нового Завета лучше, чем условия Ветхого. Есть те, кто говорит, «Ну как же вы хотите совсем отменить закон? Упразднить 10 заповедей?» «Да это я не отменил». Бог отменил. Вы слышите? В самих Божьих заповедях не было недостатков. Единственным недостатком было то, что человеку было не под силу их соблюдать. Закон совершенен. Я не хочу, чтобы вы думали так, «О, закон — это что-то ужасное». Нет, нет. Закон совершенен. Он от Бога. Он хорош. Но поскольку человек не мог это исполнить, Бог сказал, «Нет, так больше не будет». Надо создать ситуацию, выигрышную при любом исходе. Смотрите, это Бог. Восьмой стих. «Но укоряя их...» Это Бог укоряет. Понимаете? Он говорит, «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу что? Новый завет с домом Израиля. Мы внутри Иудеи». Так говорит Библия. Итак, Он заключил новый завет с домом Израиля и домом Иуды. Так? И стих 9. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Он говорит здесь, что этот завет не будет основываться, не будет опираться на принцип «Есть часть человека и часть Бога». Не на этом он будет основан. И знаете, если посмотреть на сегодняшнюю церковь, она до сих пор это смешивает. Верующие по-прежнему говорят, «Есть моя часть и есть Божья часть». Но я скажу вам, в этом новом завете есть только Божья часть. Аллилуйя. Хорошо. Он продолжает. «Когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь». Так? Итак, они не выполнили свою часть, потому что не прибыли в завете моем. Так что это не сработало? Потому что они не исполнили свою часть. Не выполнили то, что от них требовалось. И я буду говорить об этом позже. Об этом упоминается в пятой главе Евангелия от Матфея. Почитайте сами потом, когда будет время. «Вот завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». Заметьте, что Бог здесь говорит «Я вложу, я напишу я, я, я». Похоже, все здесь упирается в Него, так? Он говорит «Вы будете Моим народом, я вложу я, 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 я. О Господь!» И Он говорит «Вам не надо будет пытаться научить людей знать Бога. Теперь это буду делать я сам». Послушайте, Он говорит «Я сам буду это делать. Я сам буду учить каждого, как познать Меня». Вам не понадобится больше диски серии проповеди «Семь шагов к познанию Бога». Он говорит «Я сам вложу законы Мои в ваши сердца. Я напишу их в ваших мыслях. Я буду вашим Богом. А вы будете Моим народом. И не надо вам будет идти и учить ближнего и брата, как знать Меня. Это Я тоже буду делать сам». Пока все делает Бог, верно? А теперь Он скажет единственное требование, которое предъявляется к нам. Друзья мои, мы с вами говорим о завете. И если это завет, то у него есть условия и требования, и соглашения, которые необходимо соблюдать, чтобы Он принес вам пользу. Соглашение в Эдемском саду звучало так. «Не ешьте плодов этого дерева, и благословения не прекратятся». Но если вы не выполните это соглашение, их больше не будет. Соглашение об отмене закона в эру закона Моисеева и десяти заповедей было таким. «Соблюдайте полностью закон, а поскольку мне известно, что вы не в состоянии его соблюсти, приносите жертвы, и Я не прекращу благословлять вас». «Не можешь исполнить закон, принеси жертву, и Я благословлю тебя через жертву». Что будет, если нарушить это соглашение? Мы сейчас только что читали, поскольку они не выполнили соглашение, они не исполнили свою часть. Оно не могло продолжаться. А в этом Новом Завете каково же соглашение с нами? Наша часть, чтобы Божье, «Я, я, я» сделало что-то, что сработало. «Верить». Правильно, верить. Но давайте посмотрим в 12 стихе, во что же нам верить. И все упирается в то, чтобы избавиться от совести грешника. 12 стих. «Потому что» в греческом этот союз указывает на причину. В 12 стихе сказано «потому что». И вот почему. Он говорит, «Я напишу все это в ваших сердцах, я буду вашим Богом, я вложу все это в ваш разум, вам даже не нужно будет учить ближних, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Знаете, что он говорит? «Вот единственное, что я прошу вас сделать, я прошу вас поверить. Вот в это самое, что написано в 12 стихе, что я буду милостив к неправдам вашим, я не буду вспоминать никаких ваших грехов и беззаконий». Бог говорит, «Мне надо, чтобы вы в это поверили». Что он говорит? Он говорит, «Избавьтесь от совести грешников. Мне нужно, чтобы вы вели себя так, как если бы вы вкусили от древа жизни. Я хочу, чтобы вы проводили время в мыслях обо мне. Думайте о том, что я сделаю, думайте обо мне, думайте о том, что я буду вашим Богом. И когда вы согрешите, если вы будете знать, что я ваш Бог, я истилю вас. Когда у вас в чем-то будет недостаток, если вы будете знать, что я ваш Бог, я дам вам все необходимое. Я, я, я. Знаете, что он просит от вас? Избавьтесь от совести грешника. Господи, я верю, что ты милуешь меня и прощаешь мои неправедные поступки. Я верю, что ты помиловал меня. И беззаконий больше не вспомнишь. Бог, я в это верю. И Бог говорит, «Хорошо, если только ты будешь в это верить, то все остальное я беру на себя». Знаете, когда лучше всего в это верить? Когда ты что-то натворил. Смотрите тринадцатый стих. «Говоря, новый показал ветхость первого, оветшающее и стареющее близко к уничтожению». Здесь говорится о законе. Он близок к уничтожению. Он готов уйти. Вы будете знать Бога благодаря праведности. Праведность будет вести к познанию Его. Евреям 8, 11. Мы познали Бога благодаря Его прощению. Я знаю Его, потому что Он меня простил. Если у вас будет совесть праведников, вы познаете Бога. Осуждение не поможет вам познать Бога. Так вы познали добро и зло. Прощение и праведная совесть — вот что поможет познать Бога. Если вы не поверите тому, что сказано в двенадцатом стихе, Он не сможет ничего вложить в ваши мысли или написать что-то в сердце. Почему? Потому что у вас там написано старое. Совесть грешника. Что значит «я буду?» Я буду вашим Богом. Я буду вашим Богом. Я позабочусь. Позабочусь обо всём, что вам нужно. Это тоже, как если бы Он сказал «Расслабься и получай удовольствие». И всякий раз, когда явится враг с нападками на твою совесть, верь, что я милостив к твоим прегрешениям. Знаете, чего Он добивается от нас? Чтобы мы поверили больше в Него, чем в себя и в то, что привыкли делать сами. А мы всё время сопротивляемся. То, что сказано в послании к евреям, Он обещал в книге пророка Иеремии. 31. 31-34. Это то же самое. В Иеремии 31-34 говорится абсолютно то же самое, о том, что я вам сейчас прочитал. И сейчас исполняется то, о чём пророчествовала Иеремия. Дьявол будет нападать, но я не буду на этом зацикливаться. Я буду, я буду. Какой величественный завет. Хорошо, Господи. Но что происходит? Пожалуйста, прекрати. Сам прекрати. Знаете, что я вижу? Как это плохо, что вы не хотите расстаться со своей совестью грешников. Вам кажется, что вам проще справиться с ней, чем довериться Богу. А я говорю вам, греховная совесть — это проблема. Религия не хочет с этим соглашаться. Да, но только не говорите мне, что не нужно чувствовать себя плохо из-за этого греха, потому что я так себя чувствую. Кто-то что-то недопонял. Я так себя чувствую. Я плохо себя чувствую, мне плохо, поэтому я иду ко Христу. А когда я прихожу к Христу, мне тоже плохо. Понимаете ли вы, что происходит всякий раз, когда вы приходите к Христу? Вы продолжаете умолять Иисуса, «О, прости мне мои грехи!» Знаете, что говорит Иисус? Они не уверовали в меня. Они не поверили в меня. И что мешает благословить вас? То, что вы не выполняете свою часть соглашения. Вы продолжаете снова поднимать уже решенный вопрос. Вы позволяете этому себя смущать. А он говорит, «Единственное, что мне нужно от вас, чтобы вы поверили, что я милостив ко грехам вашим и беззакония ваших не вспомину более». Вот о чем я вас прошу. И когда приходит время это сделать, мы этого не делаем. Совесть грешника заставляет вас прикладывать столько сознательных усилий, чтобы осудить себя за грехи, содеянные в прошлом или в настоящем. Что вы забываете 2 Петра, забываете об очищении своих грехов. Помните, во 2 Петра есть место, где говорится «Покажите, покажите в вере добродетель и далее все эти благочестивые качества». Он говорит, что люди, которые не делают этого, не имеют этих качеств. Это те, кто забыл об очищении своих грехов. Вот что я хочу всегда помнить. Я очищен от греха. Я прощен. Бог позаботился обо мне. Я позволю Ему это сделать. И я доверяю Ему. Я не буду винить Его или себя за свои поступки, или смотреть на свое поведение, как на основании того, что я не получил то или это, или то-то или то-то не произошло. Нет. Я просто доверяюсь Ему. Я буду верить, что если я не получил чего-то, у Него есть для меня нечто лучшее. Он усмотрел для меня что-то в соответствии со Своим словом, для моей жизни и благодатью, которая на ней. Я буду полагаться на Него. Полагаться на Него. Полагаться на Него, когда приходит стресс, когда впереди неизвестность. Я буду доверять Ему. Я не буду бояться. Я буду полагаться на Бога. Я буду доверять Ему. Он сказал, что Он, Он, Он сделает. Мои грехи причины, поэтому они не могут быть причиной, чтобы сказать «Все это из-за них». Я буду говорить так. Бог милостив к прегрешениям моим. Он помиловал мои грехи. Он не вспоминает мои беззакония. И это происходит не из-за того, что я что-то сделал. Если случается что-то плохое, в тот момент, когда вы поймете, что ваши грехи прощены, Бог превратит ваш неудачный день в добрый день. У меня хорошая новость для вас. Ваш плохой день прошел, и вы увидите добрые дни. Слава Богу!